Поездка на Олимпийские игры – мечта Анны Тарасовой осуществилась в этом году. Она не только побывала в Сочи, еще и поучаствовала в историческом событии. На предложение поработать в службе приема и размещения гостей согласилась сразу. Собралась за один день. 31 января Анна приехала в Сочи и приступила к своим обязанностям – директора номерного фонда. Меня назначили ответственной за службу приема и размещения на двух участках гостиничного комплекса «Чистые пруды» и «Екатерининский квартал». Это комплексы города-отеля «Бархатные сезоны», которые составляют 9,5 тысяч номерной фонд. В гостинице 2,5 тысячи мест, весь персонал под ее руководством. Анна проводила тренинги на сплочение коллектива. Ребята увиделись первый раз в Сочи, а работали будто давно знакомы. Самым старшим специалистом в ее команде по 25 лет. У нас достойнейшая молодежь, которая справлялась полностью с поставленными задачами вместе со мной, вместе с другими коллегами. Они с полной серьезностью и ответственностью отнеслись к такому масштабному мероприятию. Когда ты идешь по Олимпийскому парку и осознаешь, что вокруг тебя люди с разных стран, с разных государств, с разных точек нашего земного шара, ты понимаешь, что мы единое целое. В Анапу Анна вернулась 31 марта. Обрадовалась новостям и изменениям в стиле Олимпийского Сочи. В Ореховой роще строят фонтан такой же, как в Эмеретинской долине. Он поражает своими размерами, масштабностью. Колоссальная работа была проведена над его строительством и оставит несгладимое впечатление в сердцах тех людей, которые его увидели. Работу Анны оценили. Отметили грамотными и благодарственными письмами. Это не первые высокие оценки ее труда. С 1998 года Анна работает специалистом службы размещения в лечебно-оздоровительном комплексе «Витязь». С каждым годом наград прибавляется. Сейчас Анна в декретном отпуске. Младшему сыну Дмитрию 2,5 года. Старшему Вячеславу 12. Теперь у Анны, после исполнения ее мечты, новая. Мечтает, чтобы сын каратист участвовал в Олимпийских играх. Продолжение следует...